добрый день передвигаясь по россии в поисках у кого есть лицензии наличие медведя нас этой весной закинула карелию там есть такой прекрасный человек василий иванович его зовут он сам карел афин по национальности обладающий живым характером легкой хитринкой с большим жизненным опытом и необыкновенным чувством юмора с которым интересно не только охотиться но и просто общаться а ты помнишь ты обещал мне еще будешь взять на рыбалку как сосед уедешь уехал гриша твой теперь помочь туда да гришин я не возражаешь что-то ты как-то не жизнерадость тема смотри я тебе волги принес попробовать вот смотрите простой нож липучка и четыре кнопки подстраховочные веревка тоже подстраховочные я у гриши все он раз не ариша это гриша не тоже у гриш тоже да но тот то вон для этого не приспособлен ты сам делали пучку всего сам саша мой делание пробую тестирую новый ошейник т5 мини с америки прислали хочу попробовать очень дешевый если они по расстоянию по дистанции работают какие-то пятое то они ими пользуются какая разница зато они вешевле на 70 долларов вот ребята такая палка делается выставка делаете вот так вот за рыло кабана медведя за шею за голову и тащи очень удобно не резьб руки веревка все просто а 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 у И старенький следочек один, не знаю какой давности, вот он, посмотрим дальше, может что-то найдем, он говорит, что еще на снегу там дальше есть след, посмотрим, но я думаю, что это старый след. Вот в ту деревню, за деревню, потом он сюда придет вот так, оттуда придет, а мы здесь будем. Вот след. Сегодня конец апреля, 26 число. Следов и свежих пока никаких присутствий не вижу. Есть такой до внешней, недельной давности, больше ничего, никакого движения пока. Видно, зверь еще не настолько активен после спячки. Но будем работать, больше ничего не остается. Каждый раз, когда молодых кого-то охотников беру, они своих собак, я им разрешаю брать, пускай втягивают рядом с нашими. Будут работать, значит подтянутся их собаки. Вот эти два медведя там ходят, один от того выгнал, потому что 12 сантиметров, он повторяет следы, а этот прям, там награда была у меня бульдозера, ну, курган, но он здесь разрыгнул. А первый, какой след ты сказал, у первого? А у первого 10-12 сантиметров такой, небольшой. А его выгнал какой? Вот этот, на 17. Ого. Потом следующий, где, помните, деревня? Да. Вот, где у нас там конфликт этот был. Да, да, да. В котором мы жили в доме. Да, вот дальше по болоту там ходит всего дешней сантиметров 8-10 лапами дверь прямо на болото. Вон там мы шли, и старые, и свежие следы, он прям по дороге за вперед там ходит, он у него маленький след такой, и мы шли, это было просто вчера. Так, российская глубинка, как человек умудрился дом поставить. Фундамент на бочках. И на покрышках. И на покрышках. Непонятная конструкция. Кто-то, что-то, наверное, ферма какая-то была. А, может быть, это водонапорная башня была, точно. Из дерева сделала. Да. Из досточного. Необычно. Этот след, след сегодняшний, а вот тот след, раз бы уже растаялся, это вчерашний, позавчерашний. Вот, и эти тоже следы, вот. Видишь они? Вот это все старое. А вот этот посвежее. Вот этот свежий, видишь? Где когти там у нас здесь? Он этот тоже старый след. Видишь, вот так на такой... Петрович, он, наверное, ходит вот так, по полю, вот так, круга. Круга вот так крутит он. А, заходи, ты не существу. Бывает случай, что два медведя. Один раз, бах, упал. Перезаражаешь, а поднимаешь, он стоит. Второй раз, бах, опять упал. Приходишь, а там две штуки лежит. Вот как бывает. Вот, видела он? Зеленочка, видишь зеленочка? Вот, Тёма, смотри, видишь зеленочка? Вот эту зеленочку, он запросто кушает. Она, знаешь, какая сладкая, вкусненькая она. КОНЕЦ Зачем шла? Все, пускай Зависимо Мосинка, 39-й год Выпуск И номер благоприятный 7-55 4-7-55 1-22 Очко, удачно Не повезет нам карты Повезет дубе Вот начала расти Такая трава Ее называют дудкой Да, Иван Васильевич, да? Да, да Он ее очень кушает Ну, вкусно, прям салатом Можно ее кушать Василий Иванович Предлагал нам сделать Следы медведя дошли до перекрестка И исчезли Я обошел весь перекресток И влево, и вправо метров 300 Перехода нету медведя Он мне говорит Надо туда, куда он шел направление Я думаю, да нет Он развернулся, наверное, назад пошел Ну и, соответственно, собак Пустил в эту клетку Как я подумал А на самом деле Василий Иванович молодец Так улыбаясь Настойчиво пошел Прошел и нашел Где все-таки медведь Перешел туда, куда он сказал Поэтому лучше сторожил И более опытных На местности слушать А не упираться Как я Вот уперся, упертый И свое делать А оказывается, я не прав Он прав И Мишка был на этой стороне И вот собаки сейчас ушли за ним Ну и я По снегу не побежал А думаю, на машине можно чуть ближе подъехать И я и хочу перехватить Подъехать ближе А там дальше посмотрим Как сложится Но Урмат и Тунгус с той стороне Гайда, правда, в другой стороне ушла Медведь какой умница Разводит нас как хочет Овсяное поле уже пустое, конечно Он не на поле шел Он просто по маршруту Ну, получилось, что он коснулся Осеннего овсяного поля рядышком Но на нем ничего Он просто его транзитом прошел Давай забегу, в лес проверю Там 300 метров где-то Бежать проверить Иди проверяй Только я не вижу смысла проверять Ну, пойдешь ты, проверишь Мы на это потратим время А не лучше где-то заехать перед Урматом Впереди и встать? И вероятность, что ты возьмешь зверя Больше, чем ты сейчас будешь бегать по следам Угнали две собаки Подняли этого медведя, что мы след видели В данный момент они от меня Два, двести Обе собаки Тунгус, Сурма, там работают Там его далеко Но ни пройти, ни проехать Видите, какой снег Буду ждать, пока собаки просто Еще рано, я думаю Ну, вот такие условия совпали Двадцать шестого апреля Я послал туда Артема Артем метров шестьсот ему до медведя Слышит голос Видел свежий след собак Ой, свежий след медведя И слышит голос собак Но он идет туда А справится он, не справится Он первый раз, будем так говорить Из-под собак пошел брать Вот это синий треугольник Это я А вот это собаки Вот, я навел на них Джойстиком Даже не отбивает Вопросительный знак Два, двести с чем-то Блекует Ну, рассказывал мужик Ну, выходят медведи Кормиться Пять-шесть штук И вот на том углу Здоровый медведь один На этом углу здоровый медведь Они встают Мужик наблюбал Бинок И губами Разговаривает Один и второй Переговоры ведут Понимаешь? И они туда Друг другу не ходят Ну, на большом расстоянии У них информация проходит Там сейчас красивая будет гора Субтитры делал DimaTorzok Запомнил, что ехать? Еще мачетом Трассу рубили там А, фишка поднял А потом убой спошел Помнишь? Давай, давай С нами поехал Артем Артем молодец Все время рвался в бой В загоны с собаками Он взял своих Двух молодых кобелей Которые очень Даже порадовали нас Приехали В место, где есть Предполагаемый объект Значит, выпустили собак Ну, Петрович меня направил Я пошел потихонечку Сейчас будем смотреть Что у нас получается Собачки хорошо ходят Вы видите вообще Шерстят В параллельных Сколько у нас? Шесть собак Да, и ни одной Наткнулись на волчьи следы Где охотимся Ну, наверное, дня два Не так Достаточно опасненько Без собак Ну, правда, одиночка Поэтому, я думаю, что Для толпы-то не составит Муравейчик Видно, что Поработал мишку Давал Копал Доставал Но он Такое ощущение, что Знаешь То ли с осени А, нет, нет Это он ему это сделал Потому что, видишь Снег еще не замерз То есть он копал Доставал яйца Накидал Получается весенний Весенний Искать Пошли, пошли Все, пошли Он любит такие места Знаешь То есть Единя На этих полниках Окрется Сейчас будем искать Пойдем 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дерном накрыл Дерном накрыл Докопал Он тухлятин кушать лучше чем свежие Я думаю можно разворачиваться Мы доедем еще до километра Вот Представляешь Потом мы это сообщили Я тогда еще не занимался этим медведем ничем Виктор Иванович там занимался Ему доложили так что там там Он сделал засидочку просто сел и убил и толпы другу здоровый говорят до представляешь сколько в нем силы корова корова весе 430 450 килограмм весом это лужи поднять я бы ставь это вытащить 100 метров в лес сколько сидище а